приветствую вас на канале цвет настроения буквально на днях 50-летний миллиардер илон маск снова обрел статус завидного холостяка предприниматель его 33-летняя возлюбленная певица граммс больше не вместе на сегодня по версии force маск признан самым богатым человеком мире его состояние оценивается почти в 200 миллиардов долларов однако миллиардер известен не только своей работой по покорению космоса и марса но и бурной личной жизнью как говорят близкие сбалмошность второе имя илона которому он верен на протяжении многих лет в любовных связях массе дабы эксцентричен на сегодня за его плечами три брака причем два из них были с одной женщины а также счастья родителей после почти восьми лет брака илон маск ушел от первой жены которая поддерживала его на пути становления и родила ему пятерых детей двойнюю тройню но и со второй возлюбленной британской актрисой талула ралли скандальный предприниматель несколько расходился и все же 2016 году пара рассталась окончательно затем около года и он встречался с бывшей женой джонни деппа актрисой эмбер что интересно сам джонни депп на бракоразводном процессе сэмбер заявил что она начала изменять ему с маском спустя месяц после их свадьбы но и с ней маск тоже расстался с его слов причиной тому стали плотные рабочие графики и отношения на расстоянии но он и эмбер остались друзьями последние три года и он состоял в отношениях с певицей канадского происхождения граймс с которой 2020 они стали родителями сына казалось это пара создана друг для друга не так давно певица даже сделала своеобразные татуировки для своего возлюбленного одержимого космической темой после такого жеста многие были уверены что этим двум половинкам суждено стать одним целом но сказки со счастливым концом не получилось и масс как всегда и задержался постоянных отношениях днях предприниматель подтвердил что он живет отдельно от канадской певицы с его слов они разошлись мирно оставшись друзьями мы живем раздельно но все еще любим друг друга часто видимся и на самом деле сохранили хорошие отношения признался маск в одном из интервью он подчеркнул что из-за своей работы вынужден оставаться в техасе то время как граймс живет лос-анджелесе однако не все таки встречаются при первой возможности ради сына что на сегодня понятно одно ближайшее время персона богатейшая человека планеты будет центре внимания общественности а в остальном покажет только время а вам как всегда спасибо за внимание оставляйте свои комментарии под данным видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал цвет настроения и до новых встреч